И всем привет! Я сегодня вам скажу о моем новом лего подводной... подводной корабле. Дуговодное исследование. Серия корабль. Исследовательский корабль. 60-95. Ну, и я начну с этого главного. Ну, он пилит вот это. Это старинный корабль какой-то. Вот давай начнем с корабля. Прежде всего покажем, что тут входит в комплект. Прежде всего... Не разбирайте немножко. Самый прежде всего входит старинный затонувший корабль. Была буря. И он упал. Поставите, держите. А потом вставьте эту. И он падает прямо на золото. И надо просверлить это. И можно брать уже золото. Ну-ка давай посмотрим. Тут сундуки в затонувшем корабле. Сундуки с золотом, да? Да, он же золото. Так. Отлично. И это главный человек. Как будто бы космонавт. Ну, у него задние лица нет. У меня раньше были с лицом сзади. Так. А сейчас повозьми его лицом ко мне. Так. А теперь вот он такой. Он как космонавт. Как будто бы. А вот у меня осьминог. У меня уже был осьминог. Ага. У меня в первой серии был осьминог. Правда, правда. Ага. И такой гидроплан плавающий. Хорошо. Он тоже был такой. Подобный, да? Какой-то. Какой-то подобный, но не такой, да? Золоток их и фомка. Дай-ка я ребятам покажу. Еще такой флажочек на мой. Флажок, да. Хорошо. Какой звук? Ну, Бакин я его называю. Бакин. Бакин. Да, я покажу тоже ребятам этого человечка поближе. И? Давай. Пусть они взглянут на него поближе. И могут открываться каски. У них как бы не каски, это у них такие как бы очки, я так скажу. Или маски какие-то для подводного плавания. Так. И самое главное, что для папы самое главное, для Тима, самое главное, подводный, утонувший корабль. Для папы больше главное, вот такое вот исследовательское судно. Огромное, большое, синее, широкое. И тут у меня человечек. Так. С ластами. Так. И если ему снять ласты, можно поставить в этот домик. Ага. И вот пустят в воду. Так. Он выплывет. Потом акулы какие-нибудь к нему приплывут. Он быстро сфотит их в одну минуту. И в домик сразу. Спрячится в домике? Да. Отлично. И его поднимут. Такая сетка, или как сказать, для атакул, да, как бы? Домик атакул железный. Так. Он предвешен к крану. И тут есть. Три акулы, один рыба-меч. Ага. Три акулы и один рыба-меч. Так. У меня был уже краски с краском корабля. Рыба-меч была, этот. Рыба-меч была, да? Да. И у меня такой корабль. Ага. Вот этот. Как это называется? Ну, я называю это батискав. Батискав еще могу прицепить. То есть, можно прицепить батискав и тоже опустить его на дно морское. Да. Это же глубоководное исследование, в конце концов, у нас. Да. А это можно сюда поставить. Ну, покажи, как он будет опускаться. Давай. Давай, я пока это в сторону подвину. Вот так вот буду держать. А ты-ка, будь-то бы опускай его в глубину морскую. Вау. Нормально пошел. Под воду уже ушел, да? И может там плавать. Потом отсыграется. И поплыл такой. И по дну. По дну морскому, да, поплыл? Да. Так. И... Входит еще в набор флаг. Хорошо. Слушай, ну и поплыл он, и увидел затонувший корабль. Папа, сейчас играем или делаем сайт? А, я думал, это и другое. Ну, давай делаем сайт. Хорошо. И тут подняли и зацепили домик. Угу. И он... И корабль поплыл. Угу. Буля, буля, буля. А потом где-то случилась беда, и поплылась лодка. А еще на лодке сидел дядя, и он говорил по рации. Ну, давай, разреши я, ребят, поближе лодку покажу, а то мелко так видно все. Маленькая. Давай, поближе мне дай, пожалуйста. Хорошо. Такая маленькая, которая... Вот такая лодка. А ему... Мне кажется, что какая-то оранжевая лодка у нас уже была. Да. Какого-то набора. Ну, по-моему, там чуть-чуть форма была другая. Или такая же, даже я не помню. Такая. Такая же, да? Такая такая. Хорошо. Так, давай еще раз покажу ребятам батискаф поближе. Вот такой вот батискаф. Вот такие винты. Мне кажется, даже они крутятся чуть-чуть. И... И там человечек сидит. Хорошо. Скутер. Подводный такой мотоциклист. И еще какая-то вот такая кракозябра. Не знаю, что это за кракозябра. Это ловинка желто. А-а-а. И так ей желто на пути летит. Там ведь вода все поднимается. Так. Старинные корабли взрываются. И лежат. Приклеиваются. Угу. К скалам, да? Как бы таких. И обрастают разными этими... Как их называют? Зеленью. Зеленью. Водорослями. И она берет, потом проглатывает. Смотрит. Угу. Светится желто или не светится. Если не светится, выбрасывает вот через эти бока. Понятно. Ну, хорошо. Что ты еще хочешь показать на корабле? Что-то еще есть, кроме крана? Может быть, трубку капитана посмотрим? Как она выглядит вблизи? Вот. Ничего страшного. Я помню. Так, где? Вот такая рубка капитана. Туда можно заглянуть внутрь? Она как-то снимается или что? Ага. Она вот так вот снимается. Но рубка капитана не открывается. Ух ты. Так там смотри, внутри какая-то каюта что ли? Да. Какая-то получается? Где можно человечком поспать, почитать книгу. Хорошо. И позаниматься делами. Понял. Слушай, так тут у них еще и крана, кране какие-то кнопки сделаны. Да, получается? Да. Ясно. Слушай, а вот это на боку-то, вот оранжевые штуки, это что такое? Папа, это колеса, которые, когда корабль причаливается, там будет резин. И он, чтобы не было резкого удара, ему делают эти бакины. И он врезается боком и не поврежден. Остается. Правильно ты говоришь, добрая душа. Все правильно. Он, с ним будет все нормально потом. Ну, давай я еще загляну в каюту капитана, покажу там как. Там человечек же сидит за рулем, ты видел, нет? Да. Ага, у него руль. И с этой стороны, а, незамененная кружка у него с чаем. Так, бинокль. И там он сидит. Так, здесь у него по лестнице такая подняться, опуститься. Вот это желтое, это что такое? Вот это что такое? Спасательные круги? Что, папа? Понял. Две трубы. Фонари. Ну, не знаю, маяк какой-то. И сам человечек такой. Ну-ка, давай-ка лицо разглядим через стекло. Сможем мы это сделать? Не сможем. Он смотрит не в ту сторону. Давай хоть, ребята, мы еще коробку какую-нибудь покажем, что ли? Посмотрим коробку. Большая коробка. Так. Тут интересная. Большая коробка, красивая, да? Да, красивая. Так, с этой стороны понятно. А сзади тут. Все тут. Ну, что тут я вижу? Ну, все то же самое. То есть я вижу, смотри, что здесь нарисован капитан. Собственно говоря, сам корабль, который поднимает, опускает что-то. Восемь пакетов. А вы можете еще разглядеть у капитана лицо. А это они как раз в кубрике находятся. Один спит, другой кофе пьет, другой как бы читает книгу. А тут смотри, на корабль напали акулы, и кто-то на моторной лодке угоняет от них. Да? А это что? А это как не возвращается желтым. Угу. А это стримного, взорного корабля. Ясно. Они какие-то интересные. Человечки с этой стороны? Ну, кто тут у нас входит в компанию? Тут не написано, как это было. Ну, я вижу, что три аквалангиста, моряк, капитан и вот этот водолаз самый главный, как его Тимка охарактеризовал. Ну, тогда я еще ребятам покажу книжки, наверное. Че, сколько этих штук, книжек-то у нас в этот раз? Целых. Вот это раз, вот это два, вот это три, вот это четыре. Угу. Четыре книжки, да? А получилось восемь. Почему восемь? Так, пакетов надо считать. А, пакетов восемь, а книжек четыре. Ну, вот, ребят, мы его поставили на море. Да. Этот корабль плавает в воде. Потому что он готов плавать. Да, он готов плавать. И уже отчалил. Да, и уже пошел даже, видишь, по морю идет. Плывет. Его догоняет какая-то другая лодка. Какая-то. Тут ему дорогу перегородила еще какая-то полицейская лодка. А он ее сбьет, сбьет, правда. Он его собьет, да? Вот. Вот такой вот корабль, вот так вот он плывет. А потом по воде какой-то закоулок идет. Где старинный корабль? Угу. Ясно. Вот мы поставили еще с ними два старых корабля, чтобы было видно, какие они были узкие. Вот этот корабль, он очень широкий. Вот. А эти корабли, они значительно уже. Мне кажется, целых два корабля, как этот один. Да, папа, почему ты его смотрел? Ну, просто хотел сдвинуть. А так нельзя. Ну, ладно. Ну, зато он как бы покороче будет, конечно, чем эти два корабля. Всем пока. Пока.